Мой отец часто говорил, человек счастлив тогда, когда он утром хочет идти на работу, а вечером хочет идти домой. Я запомнила эту фразу. Я выросла в семье, где все очень любили свою работу, очень много отдавали ей времени, сил и, наверное, научили меня сделать правильный выбор. Кто-то сказал, найдите себе дело по душе и вы не будете работать ни одного дня в своей жизни. Много лет я занимаюсь тем, что рассказываю разным людям о том, как вовлечь тех, кто их окружает, их сотрудников, в то дело, которое они делают. Я рассказываю это в основном руководителям бизнеса, поскольку я тренер. И, собственно, руководители, это не все, конечно, но многие из них, это люди, которые не очень хотят вдаваться в какие-то подробности личности и сотрудников, хотят тратить на это время какие-то эмоциональные силы. И поэтому я пришла к вам. Я пришла к вам с этой книгой, потому что она будет интересна каждому, она будет интересна любому, кто хочет сделать правильный выбор профессии, стать на правильный профессиональный путь. К сожалению, работа занимает такое количество времени, что если выключить это время из жизни, то на жизнь времени практически не остается. И никакие деньги не в силах искупить ощущения, которые испытывает человек в нелюбимой работе. О чем моя книга? Она о том, как важно получать удовольствие от работы, как важно испытывать от работы кайф, как важно испытывать от работы восторг, потому что на работе мы проводим суммарно за свою жизнь почти 10 лет. 10 лет – это очень много. Не так много книг воспевают работу, воспевают то, почему человеку хочется утром идти на работу. Как выбрать любимое дело? Как не разочароваться в нем и верить в себя после первой, второй, третьей, может быть, десятой неудачи? В книге принимают участие 7 совершенно замечательных человек. Некоторых из них вы очень хорошо знаете, а некоторых не знаете, но очень хорошо знаете компании, в которых они работают. Вот об этих счастливых людях, которые нашли такое дело, вот будет эта замечательная книга. Мнение людей, которые высказались в этой книге, которые нашли свое место в жизни, нашли свою любовь по имени работа, будет полезным и интересным. В первую очередь она будет очень интересна тем, кто только готовится стать на профессиональный путь, это тем, кто сейчас учится в последних классах школы и их родителям. Конечно, она будет интересна руководителям бизнеса, она будет интересна, наверное, и директорам по персоналу. В общем, она будет интересна каждому. Так что, друзья дорогие, давайте поучаствуем в сборе средств и издадим совместно книгу Ирины Лиленко «Любовь по имени работа». Я очень рассчитываю на вашу помощь.